В этом году в казне скопилось 2 миллиарда долларов. Неизрасходные средства могли бы пойти на строительство дорог, школ или больниц. И главное, высокопоставленные чиновники не несут ответственности за это. Трехпартийный парламент проводил обычную пленарку. Все шло довольно скучно, как вдруг засыпающих слушателей разбудил спикер. Вообще-то, Сахантай, я смотрю, некоторые выходят, уходят. Вообще, может быть, снять этот вопрос сегодняшней повестки дня и вас отпустить, другим делом заняться. Смотрю, этот Досаев куда-то делся, второго нет. Подождите. Ну, товарищи, извините. Ну, готовьтесь, давайте другой день. Во главе с Масимовым. Садитесь, делайте. Что это такое отношение? Правильно отвечает тот? А из года в год один и тот же вопрос. Ну, можно же, наверное, вести порядок. Нельзя так подходить. Кроме этого, спикер Мажлица прокомментировал работу главведомств по исполнению республиканского бюджета. Вообще тут, не знаю, посмотришь, не бюджет, а что-то непонятное. Некоторых надо спрашивать, наверное, министров. Некоторых национальные компании надо спрашивать. Такие суммы денег на сегодняшний день они составляют почти в некоторых странах, в Центральной Азиации половину бюджета некоторых стран составляют. И вот спокойно 382 миллиарда туда, туда и этот, и на этом все заканчивается. Нельзя, наверное, так подходить к своим обязанностям. В Казахстане не освоено 378 миллиардов бюджетных тенге или более 2 миллиардов долларов. Как сообщалось, на эти деньги можно было построить детсады для одной пятой нуждающихся малышей, либо обеспечить 16 областей страны газопроводом, либо в тех же 16 регионах построить 24 водопровода. После жесткой критики спикера последовали выступления депутатов. К примеру, Мажлисмин Яргалиев заявил, что на весь Казахстан по госпрограмме построен лишь пятиэтажный трехподъездный дом. По программе развития регионов вы построили всего лишь 108 квартир. Это в сравнении, если привести пример, это пятиэтажный трехподъездный дом на все регионы. Тогда же, как 30 тысяч семей, как вы сами знаете, стоят в очереди и ждут жилье долгожданное. Создали в 2012 году жилищно-строительную корпорацию. Она не вела ни одного квадратного метра за эти годы. А выступление депутата Тенинкеева получилось самым эмоциональным. Он назвал работников нацкомпании никчемными. Депутаты настаивали, чтобы средства, направляемые в квази-государственный сектор, шли через бюджет. Но такой прозрачности пока не получается. Квази-сектор по неосвоению переплюнул всех. Считайте сами. Все госорганы вместе не освоили 32 миллиарда тенге. А квази-сектор не освоил в 10 раз больше. Вы были там сами? Посмотрите, кто там работает. Вчерашние выпускники Балашака, близкие родственники и так далее. Которым еще оплачивают даже бассейны, оплачивают вор-класс. Бедолаги. Переработались они там. Получая по полтора миллиона заработную плату. Если мы говорим о том, что необходимо... Президент, кстати, дал же задание посмотреть и сократить там численность этих никчемных работников. Я вам назову десятки фамилий умнейших парней, людей, молодых и не совсем, которые согласны будут за 500 тысяч работать. Воробья в чистом поле нас призагоняют. Несмотря на все эмоциональные выпады, депутаты все-таки приняли отчет правительства. А вопрос с неосвоенными двумя миллиардами долларов так и остался открытым. Причем, по словам депутатов, эта проблема длится десятилетиями. Как выясняется, в законе нет ответственности членов Кабмина за неэффективное освоение бюджетных денег. Баужан Шайхмет, Ханизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны.